Доброе утро! По распространенности в мире среди неинфекционных заболеваний остеопороза занимает четвертое место после заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических патологий и сахарного диабета. В России же остеопорозу подвержены каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина. Кто входит в группу риска и как профилактировать данное заболевание, сегодня узнаем в нашей программе. Про остеопороз нам сегодня расскажет врач-ревматолог и УЗИ опорно-двигательного аппарата Голубева Мария Георгиевна. Доброе утро! Доброе утро! Говорят, что остеопороз это естественный этап старения человека. Так ли это на самом деле? В какой-то степени да, потому что с возрастом на самом деле происходит естественная убыль костной массы. В целом, что такое остеопороз? Остеопороз это то заболевание, когда происходит убыль костной массы, косточки становятся более хрупкими. С возрастом да, этот процесс происходит, но существует же именно заболевание, когда этот процесс начинает носить уже патологический характер, который приводит к переломам. Этого быть не должно. Говорят, что остеопороз это женское заболевание. Мужчинам оно не грозит, у детей бывает. И кто находится все-таки в группе риска? Остеопороз по большей части женское заболевание связано это с особенностями гормонального регулирования, потому что женщина в менструальном периоде, то 50 лет поддерживается состояние ее костной ткани уровнем половых гормонов. После 50 лет с наступлением менопаузы уровень гормонов резко падает, и, к сожалению, начинается процесс резорпции, то есть разрушение костной ткани, что и может привести к остеопорозу. Причиной очень часто являются дисгормональные нарушения. Мы должны проверить функцию щитовидных пар и щитовидных желез, других желез внутренней секреции. Долгое время принимающиеся препараты также могут приводить к появлению остеопороза. То есть все это служит причиной для дополнительного обследования. Детский остеопороз также имеет место быть, но опять-таки это не вариант естественного развития. Это, конечно же, требует очень тщательного обследования ребенка. Говорят, что остеопороз это молчающая болезнь, которая проявляется только тогда, когда произойдет перелом. Это на самом деле так? К сожалению, это так. У остеопороз на самом деле заболевание, которое долгое время себя не проявляет никак. И первые его клинические признаки, те признаки, на которые может обратить внимание пациент, как правило, появляются, когда у остеопороза уже махровый. То есть он существует у пациента несколько лет и в полной красе выражен, скажем так, у него. К таким признакам мы можем отнести боли в нижней части спины, не специфические, то есть не связанные с нагрузкой, как правило, в статическом положении. К этим симптомам также относятся уменьшение роста. Как это легко понять? Например, по длине брюк или юбки. То есть юбка стала вдруг почему-то длиннее, чем она была год назад. Или брюки пришлось подшивать, потому что они стали длиннее. Говорят, что употребление чая снижает риск развития остеопороза. Согласны с этим? Вы знаете, я не соглашусь. Чай в потребляемых больших количествах вымывает напротив минералы. И лечить остеопороз приемом чая однозначно не стоит. А физическая нагрузка, она способствует развитию остеопороза или наоборот предотвращает заболевание? Нет, напротив. Физическая нагрузка дозированная, ежедневная, правильная, она предохраняет наши кости от развития остеопороза. В этом плане легко запомнить это убеждение, потому что женщины, жившие до 20 века, до 18-19, мы вспоминаем картины различных художников, когда это полнотелая пушногрудая дама с коромыслом, с двумя ведрами и так далее. Вот тогда остеопороза не было слов совсем. Когда в моду вошла тонкая хрупкая фигура, какая-то жеманность, отсутствие физической нагрузки, вот тогда мы столкнулись с появлением остеопороза. Огромное вам спасибо! На здоровье! Сегодня мы рассказали, что такое остеопороз. При первых симптомах, о которых сегодня нам рассказал врач, обратитесь к доктору и не занимайтесь самолечением, а также берегите себя и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok